всем здравствуйте сегодня состоялся релиз камеры 360 версии 2 она содержит две версии камеры это камера 360 и камеры 360 версии 2 для работы вам потребуется активировать плагин камера 360 версии 2 также если вы работаете с ray tracing вам необходимо активировать ray tracing фиксировать directx12 создадим новую сцену так и добавим на сцену камера 360 версии 2 обязательно убедитесь что у вас есть открытый шоу-плагин контент итак добавляем нашего вектора камера 360 версии 2 для начала у нас есть методы растеризации и лучей то есть также у нас содержится конвертер он использует fmpeg для конвертации изображения видео но об этом я сообщу впереди итак начнем с растеризации у нас доступны несколько проекций кубическая карта facebook panovir gear как это работает вы просто выбираете кубическая карта нажимаете play все у вас проекция уже работает заметьте это идет ray tracing в режиме реального времени и но мы просто используем кубическую карту для этих целей сейчас да вы видите что есть какие-либо швы это все легко исправить сейчас я покажу как это сделать на самом деле все довольно еще просто здесь нужно нам откорректировать данные то есть как видите швов у нас не осталось но именно на рендеринге это нужно смотреть потому что сейчас к примеру у меня проекция соответствует окну но нужно подобрать специальные значения я вам это покажу по ходу дела и так представим кубическая фейсбук у нас есть далее у нас есть панно 3vr далее гирвея то есть она обычно идет такой и я проекция от youtube смотрите чтобы корректно делать рендеринг здесь есть небольшой калькулятор то есть к примеру нам нужна нужна проекция facebook вы планируете и сделать в разрешении 5000 на получается 3333 пикселя поэтому в секвенсере либо используя скриншот в оверендере хотя мой рендер здесь не поддерживается поэтому используйте секвенсер для данного метода растеризации в нашем случае проекция здесь подобрана но я сообщу впереди как избавиться от недостающих пикселей это в решениях будет сейчас не об этом сейчас я быстро покажу вам методы которые у нас сейчас сами есть итак следующий хороший момент это то что к примеру у вас есть cinematic камера вы можете взять все настройки именно резкость движения именно с вашей cinematic камеры то есть фокус направление но просто берем самые основные настройки с cinematic камеры не меняя при этом проекцию 90 градусов так следующее что у нас с вами есть это метод патч трейсинг для его работы необходимо указать где ваш движок версии 4.27 выбрать нужную проекцию применить проекцию и рекомпилировать шейдеры обычно компиляция шейдеров занимает от 5 до 10 минут бывает что ваш проект полностью перекомпилируется если вы впервые патч трейсинг активируете поэтому вам необходимо подождать данную рекомпиляцию и лишний раз не применять не менять проекции чтобы каждый раз не ждать нам рекомпиляции и так я немного отвлекся у нас закончился закончилась компиляция шейдеров что мы получаем мы получаем в реальном времени патч трейсинг 360 то есть для работы конечно рекомендую геймью делать чтобы убрать лишний интерфейс вы можете в реальном времени наблюдать за тем что у вас реально 360 камера используя используют которые используют лучи лучи патч трейсинга для трассировки пути я вам расскажу подробней об этом в решениях каждому решению будет видео урок сейчас я вам покажу просто небольшой пример например как работает обычная камера то есть cinema камера с патч трейсингом а вот эту камеру можете уже пока убрать в сторонку то есть она нам в принципе не нужна и так у вас есть cinema камера и выбираем добавляем его секвенцию и камера код делаем главный и активируем патч трейсинг и так у нас получается в режиме реального времени проекция изменена я вам рекомендую чтобы все было правильно корректно изменить все на 90 градусов то есть как это делается есть сейчас покажу то есть мы получили 90 градусов так а здесь у нас сейчас я думаю нас с 3 на спектра тела то есть и как видите стороны не меняется если вы отключите то мы получаем изменения в целом то есть сейчас мы что видим мы крепимся к камере любые движения она также воспринимает то есть и например передвинем бок ротации интерфейс у нас убран отлично что дальше проверяем да как видите здесь используется фокус фокус для 360 патч трейсинга не используете потому что иначе у вас будут такие артефакты не нужны поэтому его мы отключаем в этом методе мы его отключаем отлично также как видите облаков у нас нет нужно сделать real-time capture если это не получается обычно вам нужно изменить это в текстуре облаков и параметр sky все у вас есть патч трейсинг супер также у нас поддерживаются цилиндрические проекции full dome 360 стерео full dome стерео но режим стерео сейчас в разработке то есть в принципе вы можете 360 стерео получить правильное 360 стерео корректно все работает но камера у вас должна всегда быть по оси x то есть смотреть вот по оси x вперед вот по оси x туда итак я вам тогда проекции эти показывают не буду но запишу это в видео уроках чтобы вам было легче понимать что что у нас представляет собой камера 360 2 0 так сейчас мы приступим информации по конвертеру режим 2d мы сейчас вернем рекомпилируем шейдеры придется подождать и так мы сменили на проекцию 2d следующий этап это конвертер давайте сделаем пример примеру мы используем фейсбук проекция снимок камеру давайте снимок камеры используем здесь вам нужно деактивировать просмотр чтобы мы могли именно нашей камерой смотреть отлично этого нам достаточно сейчас выберем проекцию так фейсбук да лучше конечно четные значения подобрать чтобы вот такое 5400 на 3600 чтобы избежать пикселей недостающих но в любом случае иногда все равно приходится корректировать итак 5400 на 3600 сейчас сделаем тестовый рендеринг патч трейсинг не буду использовать будем просто трейсинг который сейчас доступен делаем рендеринг отлично закончили проверяем пикселей битых нету отлично итак выбираем нашу папку c render camera и попробуем сконвертировать для начала вам нужен путь к вашему fmp к и что нам нужно сделать для начала конвертировать в изображение берем input sequence выбираем вашу секвенцию наши секвенции начинается с нулей значит стартовый кадр будет по нулям 360 обязательно создаем папку 360 там любую папку которая вам удобно отлично отлично далее конверт компрессион это нам не нужно у дом ротации нам нужно то есть просто выставьте на по нулям нам сейчас нужно 360 проекции в формате jpeg давайте пнг опускай и смотрите сейчас кнопка не сработает то есть мы нажимаем ничего не работает что нужно сделать мы переходим виджеты и виджет питон экзес рун едитор и у меня папка в mpeg fmpg совсем другая ждем конвертацию то есть это в принципе это довольно удобно но заметьте разрешение у нас было 5000 да то есть нужно было примерно 5000 на 2 500 выбрать а я выбрал на 7 680 на 3 840 что мы получаем мы получаем считайте рейтрейсинг проекцию все работает все идеально но нужно было нам конечно от швов избавиться так но получили нашу проекцию так к примеру нужно нам на full дом пускай будет 5000 на 5000 выбираем 180 градусов давайте 240 конвертируем проверяем то есть да вы получаете full дом проекцию но к сожалению я пока еще не сделал убрать лишние пиксели то есть вам придется самостоятельно где-то в программе добавить какой-нибудь круг маску так что у нас еще доступно в принципе вы можете сконвертировать видео примеру у нас доступно сейчас проекция что проекция full дом начинается с первого кадра фреймрейт 30 кадров full дом 180 игре у нас это кадеки то есть в принципе информацию можно на официальном сайте фэнпэк посмотреть но без компенсии битрейт давайте в 360 и и превратим нужно 360 мы не можем превратить давайте фейсбук и муж превратим а зачем нам фейсбук то господи мы сделаем full дом full дом вот full дом full дом и тестом 4 проверка проверим другой коллег отлично то есть здесь еще от кадека многое зависит я постараюсь будущем как-то это поудобнее все сделать но в целом довольно достаточно просто то есть вы получили да готовая проекция не смотрите есть и границы отлично что у нас здесь еще может быть конверта видео стич и мэйджис тоже очень удобный вариант рендеринга вы можете использовать мови рендер и мови рендер давайте активируем мови рендер можете и слои активировать то есть в принципе с этим методом многое что возможно то есть вот так используя разные методы вы сможете действительно сделать приятный рендеринг вашей вашего проекта и так представим сейчас мы используем соединение изображений что для этого нужно во первых мови рендер также нам на сцену нужно добавить определенный код заходите в blueprint камеры выбираем gear.vr facebook или як мы выберем фейсбук довольно очень удобно проекция и так добавляем в level blueprint далее добавляем нашу камеру представим у вас есть мови рендер новая level sequence и создадим консольную переменную c e facebook да выбираем разрешение удобное для вас 3000 на 3000 к примеру 30 кадров в секунду можем сглаживание применять все что хотите как обычно вы рендеринг делаете с вашей камерой так и целом папку создадим камера 1 итак смотрите камера 1 да потом мы это что делать дублируем все 6 раз у нас потому что 6 проходов будет и изменяем настройки сохранить так двойка 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 камера 2 получится 2 хорошо тройка 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 дальше у нас идет четверка четверка тройка отлично что мы делаем и сейчас да мы должны нашу теперь выбрать камеру то есть она должна быть у нас активно камера куд так сейчас сейчас так так для начала активировали и выбираем нашу камеру вот так пускай 30 кадров мы сохраняем все идет с ретрейсингом очень довольно таки момент интересный так кажется все нажимаем рендеринг проверяем каждая у нас получается да физика физику вам лучше убирать потому что то есть этот метод подходит когда у вас статические сцены или динамические но записанные анимации чтобы там были без вот таких вот непредсказуемых поведений кубиков плюсы этого метода очень хорошие то что используются все возможности моря рендера кроме криптомейт в целом криптомейт пока недоступен для нас мы можем как бы сделать рендеринг слоев но всему свое время я сообщу информацию потом надеюсь я многие вещи исправлю и так а этот метод он в принципе делает шесть проходов вашей сцены а следующий этап выбираем нашего вектора выбираем опту стич имидж и выбираем наши камеры камера 1 камера 2 камера 3 камера 4 камера 5 камера 6 начинается все с нулей мы можем фейсбук потому что мы выбрали фейсбук значит нам фейсбук и вывод фейсбук значит создаем фейсбук формате jpeg соединяем да нужно опять нам активировать виджет утилиту так да можете ее в целом просто не выключать куда-нибудь засунуть и использовать ждем отлично проверяем если все правильно мы сделали у нас во первых фейсбук проекция идеальная помните мы делали разрешение какой 4000 или 33 он соединяет все пиксели в разрешении так затем мы используем опять же наш конвертер в изображении то есть например можем проекцию фейсбук выбрать начинаем с единицы так 9000 на 6000 было но а мы сделаем проекцию и ректангуляр а тогда нам давайте же 6000 нет а 7000 на 3 500 и так и так вот тут вот вот 360 такие конвертируем да чем выше изображение чем больше разрешение скорость конвертации будет не такая быстро но что мы получаем опять мы забыли с вами швы убрать то есть это не швы а экспосор то есть но сама суть как видите в принципе все работает но имейте ввиду с физикой вот тут например видите физика она расходится поэтому в принципе вот такая у нас новая камера которая может вам помочь во многих вещах дальнейшие уроки я буду выпускать ближайшее время спасибо вам за то что вы с нами